Всем привет! С вами группа Машенька. Шитье и выкройки. У меня появилась новая куколка на шарнирном теле от Паула Рейна. Я хочу вам сделать обзорчик, сравнить с разными телами. У меня есть куколки на новом теле, на новейшем теле и на корейском шарнирном теле. И сравнить эти тела. Хочу показать немножко аутфит Мали. Мне нравятся покрой, штанишки, такие впереди на липучечке. Качество стало лучше одежды. Обмет она немножечко, но кое-где все равно не хватает обметки. Но видимо из-за большого объема работы где-то пропускают, не успевают. Но все равно качество стало лучше. И вот такая кофточка из Капитония. И на липучке сзади с отверстием для волос. И внутри тоже вот один... А нет, боковые швы тоже не обработаны. Ну, в принципе, для кукольной одежды... Раньше вообще кукольную одежду не обметывались ни одни швы. Я смотрела у старых куколок просто быстро. Но этот аутфит меня порадовал. Вот наши куколки. Это шарнирное тело от самой фабрики Паула Рейна. В локоточках шарнир. И куколка еще может поворачивать вот так вот запястье. То же самое делаем и мы своей рукой. В принципе, это нормально. Мне нравится. Ну, а здесь просто поворот. Поворотное само тело по талии. У меня вот так крутится. Это при фотосессиях тоже пригодится. В коленочках тоже сгибается. Ну, конечно, нет подвижности сильной в этом теле. Но все равно куколка стала более живая. И, в принципе, ножка поворачивается. Можно так поставить, нужно так поставить. Еще у моей куколки попалась наклонная кивающая головка. От чего это зависит, не знаю. Видимо, шейка немножечко меньше, чем сама головка. И, как бы, голова в самом пазу не стоит, как вот у этих кукол. Вот она только вот поворачивается, стоит в пазу хорошо. А здесь она немножечко больше, получается, на грибочке сидит. И вот таким вот образом поворачивает головку. У меня есть куколки с тремя телами. Вот эта куколка с новым телом. Такое узенькое тельце. И в подмышках, как бы, расстояние. Ручки отходят от тела. Это тело 15-18 года. А это новейшее тело, уже 18-го года. Между телом и ручками нет такого расстояния. И сама грудочка шире. И вот это шарнирное тело очень похоже с новым телом. И выкройки, и одежда сильно подходит от нового тела. Вот у меня есть одежда, сшитая по этим выкройкам. Это мои выкройки. За свои выкройки я ручаюсь, за другие не ручаюсь. Сейчас мы их примерим. Примерила я платье с юбкой солнца. Выкройка эта есть в альбоме группы. И она хорошо подходит на шарнирное тельце. И по объему. Вообще отлично подходит. И по проймочке. Также есть на это тело выкройки вот такого платьица, комбинезончика, желтого платьица. Все это есть в альбомах группы. Это все на новое тело куколки. Ну и конечно же подходят выкройки от новейшего тела, но они более как будут свободненько. Есть у нас свободные платьицы. Они тоже будут хорошо на шарнирном теле. Ну и сейчас примерим, покажем вам. Следующие платьицы примеряем. Легко одевается так же. Ну оно свободненькое. Все свободные платьицы от новейшего тела тоже подходят на шарнирное тело. Вот так вот оно сидит на ней. Ну конечно же здесь будут шарнирчики видать. Далее у меня есть джинсики. Их еще назвали джеггинсами. То есть они обтягивающие, прилегающие. Шиты они из стретчевой джинсы. Хорошо тянутся. И сейчас мы их примерим. Джинсы отлично сидят на этом теле. На шарнирном. Алиночки сгибаются. И к этим джинсикам хочу такую кофточку примерить. Эти выкройки уже находятся в товарах группы. Уже одевается кофточка легко. Застегивается по спинке. Вот так Мали хорошо подходит. Классно. Вот как все на ней сидит. Все отлично тоже. Еще есть такой костюмчик. Тоже на ней отлично сидит. То есть выкройки подходят от нового и от новейшего тела на куколку. Но единственное, может по длине штанишки надо будет удлинять. Либо по ручкам. Но в данный момент мне нравится. Но вот у штанишек у джинсиков можно по длине чуть-чуть прибавить. Вот такой костюмчик примерили. Тоже хорошо все сидит. И длина по ручкам хорошо. Кстати. Еще есть вот такая юбочка джинсовая. Тоже отлично. Ну конечно коленочки здесь надо прикрывать. Либо колготочки, либо гольфики высокие. Еще также много одежды подходит на это шарнирное тело. Свободненькое. Ну конечно же платьице наше красное. Тоже подойдет. Комбинезончики. Но они будут уже такие свободненькие. И вот это платьице. Тоже новогоднее. Но оно будет по талии немножко свободно. Если взять основу от нового тела и все остальное от этого платьица для новейшего тела, то получится как раз на вот эту куколку. И хочу показать сравнение с шарнирным корейским телом. В корейском шарнирном теле есть плечевой вот этот шарнир. Он немножечко скрипит, когда вот куколка просто стоит, она как бы затвердевает, но потом разрабатывается. Также у корейского шарнирного есть в запястье шарнир. Но как бы смотрится грубовато. Это мне больше нравится на этой вот куколке. И ручка такая маленькая, детская. Тут, конечно, ручка широкая. Также по телам здесь миниатюрно все. Здесь немножечко как бы широковато и плоская грудка. Когда одеваешь одежду, оно как более так смотрится плоско. Также коленный шарнир есть у этой куколки шарнирным телом корейское. Ну, так же ножка поворачивается. В принципе, что тут коленки такие, что вот здесь коленки тоже прикрывать надо. И у этого тут тело тоже в коленочках сгибаются, разгибаются и поворачиваются. Все так же. Бедренных шарниров что у этой, что у этой нет. Ну, вот это вот тельце, оно такое более изящное, более стройное. И по спиночке вот так вот. Ну, как детская, девчачьи тельца. И здесь. В корейском нет кивающей головки, просто поворот головы. Тоже она сидит хорошо в пазу. Ну, вот здесь попалась вот такая скивающая. Такая хорошенькая девочка. Делает головка, наклоняет. Конечно же, не хватает плечевых и бедренных шарнирчиков. Так бы она была более живая. Ну, и так она хорошенькая, как живая. еще отличие. Здесь поворотное тело по талии может куколка поворачиваться и делать различные позы. Но в корейском шарнирном нет. То есть, прямое тельце. И сравнение по высоте хочу вам показать, что корейское шарнирное тело, оно выше, как бы шейка толще. ручки получается плечо чуть выше, а это чуть ниже. И ножки длиннее у корейского шарнирного тела. То есть, вот у этого выше, у этой пониже. Ну, а ручки, если так измерять, они от знаковой длины. теперь сравнение с новейшим телом куколки Паула Рейна. Шейка у шарнирного тела тоньше, плечо на одном уровне, ручка длиннее получается, и ножки как бы одинаковой длины. И мое сравнение заключается в том, что шарнирное тело от Паула Рейна, оно меньше, изящнее как бы получилось, чем новейшее тело, если сравнивать с новейшим телом. А теперь сравнение с новым телом куколки. Шейки, мне кажется, одинаковые, тельцы схожие немножечко, рука длиннее у шарнирного тела, ножки одинаковые, ну, вот с этим телом она более схожа все-таки. Получается для платьиц я рекомендую брать выкройки от нового тела, оно будет сидеть платье, идеально. И сравнение по ножке, вот это шарнирное тело посерединке, здесь новое тело, а здесь новейшее тело. Немножечко отличается по ширине стопы, ну и по длине чуть-чуть, то есть она немножечко уже сделали и по длине и меньше. Ну и шарнирным корейским также чуть-чуть шарнирное тело от Паула Рейна, оно даже клеймо здесь есть, не спутать, оно чуть меньше и поуже, а это шарнирное корейское тело. Обувь от Паулочек я примеряю, вот оно немножечко болтается, то есть большеватый немножечко, ну с колготочками там, например, носочками, наверное, будет хорошо. После сравнения всех тел, я для себя сделала вывод, что на шарнирное Пауловское тело отходят выкройки, мои выкройки, от нового тела куколки 15-18 года. Ну, конечно же, подходят выкройки от новейшего тела, но они немножечко свободные. Примерила я на шарнирное тело куколки новый комбинезончик, который мы шили на уроках по шитью, тоже отлично на ней смотрится, имеется отверстие для волос в капюшоне, комбинезончик сам свободного силуэта, и у него имеются кармашки в боковом шве. Куколка спокойно ручку может туда вложить, комбинезончик на молнии по переду, все обработано подкладом, а там водолазка. Водолазка тоже подходит на шарнирное тело. Видео с МК подробное не только у нас в уроках по шитью, но также на YouTube канале по платной подписке. Видео состоит из четырех частей, все подробно по узловой обработке комбинезончика. После оформления платной подписки на нашем YouTube канале в разделе сообщества вам станет доступна выкройка этого комбинезона, а также другие выкройки по платным МК. Вот такой краткий обзорчик сравнения куколок хотела вам показать. Всем пока-пока, до новых встреч!